Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Предприниматель 6 лет наживался на обмане тарифной службы. В хищении обвиняется предприниматель из Удмуртии. По версии следствия, в 2014 году он арендовал в Кельмезе котельную и заключил с местной ЦРБ договор на поставку тепловой аллергии. Топил он котельную дровами, а в региональную службу по тарифам присылал сведения о том, что использует каменный уголь, что позволяло ему применять более высокий тариф на услуги. За 6 лет больница переплатила 4 миллиона рублей. По данным Кировского следственного управления, расследование завершено. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Экономика. На 101 ФМ. Кировчане могут получить налоговые вычеты, не подавая 3 НДФЛ. Такая возможность появилась с конца мая благодаря поправкам в налоговом кодексе. В упрощенном порядке можно получить имущественные налоговые вычеты при покупке недвижимости и инвестиционные налоговые вычеты. Это, правда, доступно только пользователям личного кабинета на сайте ФНС. Сведения налоговики получат сами от банков. Если право на вычет подтвердится, в личном кабинете появится предзаполненное заявление для его утверждения. Получение денег ускорится вместо трех месяцев. На это будет требоваться полтора. Но в завершении о валютах доллар сегодня стоит 73 рубля 30 копеек. Официальный евро 89.38. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.